This conference will now be recorded. И получать сразу несколько вариантов на выбор, одним из которым или несколькими вариантами в одновременно сможете пользоваться. Я имею в виду несколько вариантов конечной картинки, конечно. С вашего позволения пролистаю немножко слайдов. И вот о чем мы с вами поговорим. Замечательная система визуализации CoronaRender. Она, конечно, позволяет делать прекрасные картинки, но порой на визуализацию может уходить очень немало времени. До 10 и больше часов на одну картинку. Связано это в первую очередь с очень дорогим, как выражаются. Дорогим, имею в виду, конечно, не в деньгах, а во времени и в ресурсах озеленения. То есть, когда ты визуализируешь красивый коттедж какой-нибудь, где у тебя много деревьев, кустиков, цветочков, ты, естественно, очень сильно тратишь ресурсы на визуализацию живой природы. И каждый рендер отнимает, ну, минимум полчаса, час. Бывает, что намного-намного больше. И поэтому тебе уже очень часто бывает недоизысков с освещением. Вот один вариант есть – хорошо. Но порой тебе хочется получить картинку, скажем, и вечернюю, и дневную, и утреннюю, и ночную. Ну, и это означает, что будешь рендерить 4 раз. И если у тебя один рендер отнимает, скажем, ну, давайте условно говорить, час. Хотя это, скорее всего, не так. Скорее всего, будет дольше. То есть, если рендерить в 2К, это уже точно не час. Если рендерить в 4К, ну, тут по-любому обойдется, я думаю, часа 3-4 минимум, скорее всего, больше. Зависит, конечно, от проекта, от сложности проекта, от мощности компьютера. Но у меня на довольно мощном компе, ну, никак не получается уложить меньше, там, в 2-3 часа. И это в 2К разрешение. Это в среднем. На сложных проектах еще больше. И вот Corona позволяет одновременно использовать сразу несколько вариантов окружающей среды. И потом с помощью постобработки, включая и выключая разные светильники, на одном рендере, то есть, потратив один раз время, получить сразу несколько вариантов освещения за один проход. То есть, ты рендеришь, скажем, дневной экстремь, и получаешь одновременно и ночной, и вечерний, и утренний. При этом вот эти настройки ты сможешь легко копировать из проекта в проект. То есть, сам сетап всех вариантов освещения, он будет проходить очень быстро. Ну, давайте посмотрим с вами, как это работает. У меня для вас есть вот такой проект. Как видите, сейчас это самый обычный экстерьерный проект. Кстати, если кто-то из вас учился у меня на курсах по короне, наверняка узнали этот файл. Ну, а те из вас, кто еще не учился, но собирается учиться, обязательно с этим проектом столкнуться. Так вот. Как видите, здесь у нас есть немножко объектов. Красивый такой поле с одуванчиками. Оно сделано с помощью корона скеттера. Ну, и деревьев немножко набросано. Также стоит освещение. И включена система рендеринга, корона, и включен корона Lightmix. Что из себя представляет Lightmix для тех, кто впервые это видит? Lightmix позволяет запомнить свет от отдельных источников в виде отдельных слоев. То есть вот сейчас Lightmix видит следующий свет. Он видит свет от окружающей среды. От солнца. От неких garden light, то есть садовых светильничков. Давайте я отключу солнце и среду. От иестчик, от спотиков, которые здесь светят. Некий свет из дома. И REST, это все прочее, но здесь обычно пусто. И вот это обычная ситуация с рендерингом, когда ты настраиваешь Lightmix, рендеришь картинку. Можно ли из нее сделать вечер? Ну, в теории да. То есть ты можешь сделать освещение от окружающей среды более слабое, солнце отключить вообще, ну и повключать как-то вот эти вот садовые светильники там поярче, например. То есть можно вот такой вариант вечера предложить. Теоретически, да, это срабатывает. Но получается, что вечер ты делаешь из дня, просто делая более темный небосвод. И, ну, это, конечно, в какой-то степени тянет на вечернее небо, но с очень большой, как говорится, натяжкой. Поэтому сейчас Corona может предложить вам более интересный способ. Вот давайте я сохраню эту картинку, сделаю сейв. Сделаю папочку и назову ее Renderers. И сохраню вот эту картинку. Ну вот, окей. Рендерилась она у меня, ну, не знаю, минут 15. И сейчас я закрою окно Renderers. И мы с вами посмотрим, как тут все выглядит у нас. Есть вот такое поле с цветочками, немножко деревьев в висящих в воздухе, ну, домики, машинка. Все, в общем-то, примитивно. И я хочу добиться результата, при котором за один рендер я буду получать сразу 4 разных варианта освещения без лишнего расхода времени или ресурсов каких-либо. Первое, что я сделаю. Я без затей удалю солнце, потому что при таком варианте солнце нам не потребуется. Тут стоял классический вариант настройки света – солнце и небо. Вот солнце я удалил. Небо, в принципе, тоже могу удалить. Небо, оно живет в диалоге Rendering Environment. Вот в качестве заднего фона здесь стоит, как видите, короновское небо. Можно нажать правой кнопкой и убрать его, сделать клип. Теперь небо у нас отсутствует. И оно нам не потребуется в этой кнопке. То есть здесь можно было как его убирать, так и оставлять. Это ничего не изменит. Теперь самое главное. Свет мы будем ставить за счет так называемых HDR изображений. HDR изображение – это специальная картинка, которую можно наклеить на гигантский шар, который будет вокруг нашей сцены. Более того, эта картинка содержит в себе пиксели невероятно высокой яркости. То есть если на ней, на этой картинке, условно говоря, где-то нарисовано солнце, то оно светит, как самый настоящий источник света, создавая красивые контрастные тени и все такое. Не все HDR-ки работают изнаково хорошо. Но мы с вами возьмем те, которые работают хорошо. Где брать хорошие HDR-ки? Самый лучший способ – это сайт, который называется «Hadery Heaven». Ну, на мой вкус, во всяком случае. Это очень известный сайт, работающий полностью по фри лицензии. То есть вы можете скачивать любые HDR-ки из него. Вы ничего ему не должны за это и даже регистрироваться не нужно. Вот, друзья, кому интересно, ссылочку прямо в вебинаре. Можете открыть его и посмотреть. Да, сайт великолепный. И мне нужно 4 HDR-ки найти здесь. Желательно с не очень близкой линии горизонта. То есть там линия горизонта не впивалась прямо в камеру. И 4 разных варианта света. Утро, день, ночь, вечер. Давайте сделаем следующее. Я нажму HDR-ки. И выберу здесь 4 варианта времени. Но сделаю я хитро. Возьму сначала Night. Ночная HDR-ка нам нужна какая-нибудь с дальней линии горизонта. То есть вот такая не пойдет, такая тоже не пойдет. Это, в принципе, ничего. Но, думаю, лучше всего будет вот это или вот это. Давайте возьмем вот это. Я с клавиши Ctrl открыл ее как закладку. Теперь возьмем вариант Sunrise Sunset. То есть утренний свет. Но вот это не очень удачно. Это, в принципе, могло подойти. Но я хочу что-нибудь именно с диском солнца, чтобы были длинные тени, теплые. Но вот одна из моих любимых, на самом деле, очень хороших HDR-ок. Прям такая атмосфера. Надеваться некуда. Ну, давайте я ее возьму, не буду. Изобретать велосипед. А вот дневные HDR-ки лучше искать иначе. Их лучше искать не по принципу Morning, Afternoon или там Midday. Их лучше искать по принципу либо High Contrast, либо Medium Contrast. То есть High Contrast – это дневные HDR-ки, в которых гарантированы жесткие тени. И вот что-нибудь из High Contrast я и хочу взять. А, допустим, вот это. Тут видно, что тени будут жесткие, здесь тоже тени будут жесткие. То есть нужно что-то с очень жесткими, четкими тенями, чтобы получить такой вот вариант света, прям вот совсем-совсем четкий, аккуратный. Вот это, допустим. Оп. Что мы не хотим? А, уже открылся даже лишний раз. Sorry. И я возьму Middle Contrast, Medium Contrast. Что-нибудь отсюда. Ну, скажем, вот это вот. Все-таки High Contrast я не зацепил, да? High Contrast надо. Что дальше? Я подкрывал закладки вот этих HDR-ки. Ночь, Утро, Medium Contrast, High Contrast. Теперь их нужно загрузить. Если вы впервые сталкиваетесь с HDR-ками, друзья, очень важно, чтобы вы не пытались загружать их правой кнопкой команды «Сохранить». Потому что вы сохраните просмотровый JPEG, а не саму HDR-ку. Вам нужно сделать следующее. На этом сайте вас спрашивают, какое качество вы желаете загрузить. Вам нужно выбирать следующий образ. Берете размер, который вы желаете рендерить, и умножаете на 3. Ну, например, если вы хотите рендерить 4К, то есть 4000 пикселей, то умножить на 3, это будет 12 тысяч пикселей. То есть вам нужна HDR-ка, имеющая минимум 12 тысяч пикселей разрешения. То есть вам подойдет только 16К. 8К уже не подойдет. Если вы желаете рендерить 1920, 1920, то 1920 умножить на 3, это будет, ну, грубо говоря, 6 тысяч. То есть, значит, вам 8К подойдет. Ну, старайтесь не брать с большим запасом, потому что, естественно, HDR-ки загружаются в память, и память выжигают серьезно. То есть, ну, в среднем, если это попросту, то нужна или 8, или 16К. Если собираетесь рендерить 4000 пикселей, качайте 16К. Если вы рендерите картинки скромнее, качайте 8К. Соответственно, нажав кнопку 8К, вот я скачиваю эти картинки. У каждой я нажал по 8К, где-то есть 19К, где-то даже 32К, вы можете найти исходники. На этом сайте HDR-ки великолепного качества и с паральным динамическим диапазоном. Вот я их все скачал. Ну, скачиваю сейчас. Что дальше? Они все скачиваются. Ну, на самом деле, друзья мои, извините за шоу, я уже скачал HDR-ки и положил их в папочку, потому что скачивание может отнять время. Я не хочу, чтобы вы во время моего выступления сидели и грустно смотрели, как полоска скачивания заполняется. Поэтому у меня уже есть скачанные HDR-ки, то ли те же самые, то ли похожие, но я их выбирал по тому же принципу, поэтому это будут или те же, или такие же почти, и тоже все 8К естественно. Итак, возьмем редактор материалов. Нам нужно сделать четыре новые карты. Я щелкаю правой кнопкой мышки и выбираю карту Maps, Corona, Corona Bitmap. И беру одну из этих картин. Давайте я зайду в папку экстерьер 4 времени. Вот у меня папка HDR, и вот у меня 4 HDR. Ну, я думаю, что это те же самые или очень похожие. Ну, кстати, те же самые. Беру первую из них. Вот она у меня открылась. Надо ли с ней что-то делать? Практически нет. Единственная настройка HDR, которая вам будет потом важна, это угол ее поворота. Угол поворота позволяет разворачивать HDR-ку с разного угла к зрителю. Я не знаю, какой угол здесь нужен. Об этом придется еще позже немножечко поговорить. Но пока будем считать, что угол 0, худобедно подойдет, скорее всего, нет. Ну, ладно. Работать она будет и с таким образом. И давайте я ее скопирую с клавиши Shift вот так вот 4 раза. Теперь очень неплохо было бы переименовать их. Дело в том, что их имена потом сыграют свою роль. Так что первую я назову Day. Следующую. О, нет, не Day. Почему Day? Night. Это будет Morning. Или чем? Сосад был? Сосад, кажется. Ладно, Сосад. Это будет Day Contrast. А это будет Day. Клоури. То есть облачный день. Ну что же, возьмем картинку Night и поменяем изображение. То есть Load Map нажимаем и загружаем картинку сюда ночную. Какая-то из них, да? Нет. Sunrise, вот значит. Moonless. Moonless Golf – это явно поле для гольфа. Темный-темный ночь. Ну, поскольку на HDR, наверное, не такая уж темная. Так. Вот она, Moonless Night. Вот у нас Sunset. Sunrise, правда. Ну ладно, Sunrise, Sunrise. Okay, я даже не поленюсь переименоваться. Day Contrast. Day Contrast уже и так Day Contrast. А Day Cloudly? А Day Cloudly – это, наверное, в том. Ну да. Отлично. И вот у нас есть 4 HDR-картинки. С разными сюжетами. Теперь как мы будем их все 4 вместе загружать к нам в освещение. Открываем настройку Render Setup. И если у вас корона начинается с пятерки или шестерки, то у вас будет какая-то такая функция, она в идеологии SYN – сцена, раздел сцен Environment. А называется Multiple Maps – Lightnings. Опция Multiple Maps позволяет использовать множество карт одновременно для освещения одной и той же сцены параллельно. Это вот интереснейшая функция. Я включаю Multiple Maps и нажимаю настроить. Здесь мы говорим, сколько всего карт участвует. Ну а дальше, я думаю, вы догадались. Нужно взять каждую карту и подключить ниточкой к соответствующему слоту. То есть как-то так. Сюда, этот сюда и этот сюда. Готово. Как видите, название он также сохраняет. Нажимаем кнопку Setup Lightnings. То есть очень важно, чтобы сейчас в механизм смешивания потоков света были добавлены дополнительные слои. Не просто Close, а Setup Lightnings. И в обычном режиме Instance Set Light я нажимаю Generate. Сгенерированы слои Lightnings. Close. Теперь нажмем команду Render. И посмотрим наш первый, так сказать, превью. Выглядит он будет очень и очень, я не скажу так, не постесняюсь сказать стрёмно. Вот такой вот удивительный результат. С небом вообще-то. А все почему? Потому что сейчас одновременно работают все четыре варианта окружающей среды. Вот они. Ночь, восход, контраст и облака. Дальше включать-выключать их можно будет галочками. То есть вот, допустим, работает только небо с облаками. Вот только день. Вот только восход. Вот только ночь. Но почему же так темно? Это связано с тем, что неправильно стоят настройки постобработки. Они стоят под физическое солнце. А ХДРки, они все-таки чуть другой модели работают. То есть у них экспозицию не нужно так сильно выкручивать, как это под физическое солнце надо делать. Я поставлю экспозицию 0. Ну и даже сразу с перебором. Давайте минус 1. Остальные настройки тоже приведем в чувство. Компрессия. Где-нибудь двоечку. Ну, полтора хватило бы. Компрессия за свет убирает. Контраст. Ну, у меня очень редко стоит меньше, чем 4. Давайте я поставлю 3. Ну ладно, 4. Люблю 4. Дополнительная компенсация за светом. Дополнительная компенсация тени. Ну, вот это из серии «Все, как я люблю». Но очень некрасиво сейчас получилось по одной причине. Неудачная точка. Солнце стоит строго позади съемочной камеры. Поэтому мы получаем отличный результат. То есть заметьте, вот какие четкие тени. И это с учетом того, что солнце у нас. Это не светильник. Это парочка нарисованных пикселей. То есть вот так вот светят пиксели, нарисованные на окружающем нас куполе. При том, если бы мы загрузили 16К-картинку, а не 8К, это было бы еще контрастнее, четче. Ну и так неплохо, кстати. Ладно. Я остановлю просчет. Потому что сейчас мне нужно сделать еще одну вещь, которую в дальнейшем можно просто импортировать из проекта в проект. Но один раз ее нужно настроить. Нужно будет у каждого вот этого материала, а вернее карты ХД, настроить угол поворота. И вот для того, чтобы это было легко сейчас делать, я включу интерактивный рендер. Я скажу старт интерактив. Корона перейдет в интерактивный режим. То есть сейчас она худо-бедно пытается в реальном времени перерисовывать картинку. Как вариант можно ей помочь и, допустим, спрятать травку. Можно спрятать и деревья тоже. Не вижу большой беды в этом. Подозрение, что она сейчас спрячет, что-то лишнее явно нет. Да, точно. Ладно, вручную. Сколько-то выделил спрятать. Будем считать, что остальное намного лучше лишаться делать. Я попрятал часть объектов. Теперь корона будет, конечно, быстрее прорисовывать картинку. Давайте я ее уменьшу. Еще быстрее. Ну, а сейчас нам нужно в LightMix подключать все слои со светлым. И включим первый. Night. Вот так выглядит ночной слой. Очень уж он светлый для ночи. Ну, и насчет светлой, не светлой сейчас разберемся. А вот насчет угла поворота я беру ночь и начинаю менять у нее environment угол. Если неизвестно, как менять, можно менять шагом, допустим, в 60 градусов. То есть 60. Смотрим. Мне понравилось. 120. Ну, вот где-то в промежутке мне понравилось, кстати. Давайте вернем немножко назад. Вот, наверное, так красиво. И мы можем еще понизить настройку яркости у этого слоя. Допустим, вот так. А может быть, вот так. Все, неплохая ночь. Окей. Как говорится, следующий. Давайте попробуем еще одну вещь. Поменяем угол на противоположный. Скажем, 270 сделаем. О, нет, нет, нет. Было явно лучше. Хорош. Тогда включаем sunrise. Следующий слой. Вот он. Некрасивый свет бьет прямо из-за камеры. Давайте сразу 90 градусов. У меня есть подозрение, что этого хватит. Опа. Красота. И еще есть задний фон. Как удачно встал-то, а? Ну-ка, 70 градусов попробуем. Вот линия электропередач слегка напрягает, да? 50 градусов. А вот так меньше напрягает. Я бы сказал, неплохо. Хотя, да. Провода вызывают сомнения. Так что нужно или еще меньше, скажем, 30 ставить. Или сильно больше. Но 30 я опять все плоское получил. Мне опять не нравится. Поэтому давайте сделаем 90%. Ладно, извините, я не могу остановиться. Поэтому я возьму себя в руки и все-таки остановлюсь. И возьму следующий слой. Да и. Контраст. Начнем с тех же 90. Надо сказать, что у всех этих слоев солнце расположено в одной и той же точке. Вот 90. Вот 180. Вот минус 90. И вот, кстати говоря, на этом я остановлюсь. Между прочим, минус 90 и 270 одно и то же было бы. Ну и клаудли, то есть с облачками. Ну, я уже знаю, что вариант 90 беспроверочный. Но я бы повернул, наверное, чуть-чуть побольше. Чтобы больше на нас падал свет. И тени ближе к нам. Ну, вот красиво, по-моему, очень сейчас. Еще горы на горизонте. Вообще шикарно. Все. Мне очень нравятся все эти варианты. И они, что здорово, друзья мои. Я к чему веду-то все, да? Все эти варианты будут просчитываться одновременно. И время рендера, что на 4 картинки, что на 1, будет расходоваться строго одинаково. То есть сейчас, доведя картинку вот до такого состояния. Я могу сохранить ее. Давайте я сохранюсь поверх файла. Excel. Далю вот сюда. Сделаю unhide всем объектам. И запущу рендеринг. Нам нужно с вами посмотреть размер картинки. Но сейчас именно для моего выступления я не буду делать размер картинки больше. Меня вполне устраивает вот этот тест. И в чем же прелесть? Наверняка вы уже отлично поняли мой посыл. То есть у нас время рендера тратится на одну картинку. Допустим, вот эту. С дневным светом. Но еще три. Ночную, утреннюю и с облаками мы получаем, по сути, бесплатно в нагрузку. Без усилия со стороны корона. Можно сказать, но она же рендерит свет от них. Ну, рендерит, но по скорости просчета пассов это почти не отличается. То есть для короны просчитывать пассы сразу с нескольких светильников в одну и ту же точку. Это повременит, ну, близко к тому, что с одного просчитывается. Поэтому вот если вы там добавите, скажем, 5-6 разных инвариументов, и запустите рендер, и сравните, сколько пассов на том же проекте пройдет с одним инвариументом, вы увидите там разницу процентов 15 и больше. То есть для короны это не тяжело. Чем это для нас чревато, если какие-то недостатки этого подхода? Ну, памяти расходуется больше, конечно, да. То есть на каждый такой слой необходимо, не могу сказать, что много, ну, да, следователь, оперативки. Ну, и, конечно, еще одна проблема. Для них для всех нужна чуть разная постобработка. Вот сейчас у меня идет рендеринг, и я хочу настроить постобработку под дневной свет. Под дневной свет, вот здесь экспозиции, мне кажется, немножко не хватает. Ну, можно как экспозицию компенсировать? Два варианта. Либо мы здесь ее меняем, но тогда потом придется менять, вот я подправлю ноль, скажем, да, поярче сделаю, но тогда потом придется обратно менять на минус один для других вариантов окружения. Поэтому если мы хотим сделать поярче именно небо, то лучше это менять здесь, в LightNX. То есть мы же можем вот так вот набусиливать. Поэтому я сделал, скажем, полтора множица. Красиво. И я подключаю весь внутренний свет. То есть я вот эти вот светильники внутри дома, на дорожке, все это отключу. И, по-моему, получается очень даже модненько. С контрастом высоковато. Совсем красиво. Ну, можно еще кривую вызвать. Если вам не хватает контраста, скажем, только в средней зоне, то можно вызвать кривую, поставить на ней точки. Окей, пожалуйста. Немножко тень увести подгубь. Ну, вопрос исключительно, что называется, художественный. Кому-то нравится, когда тени глубоко проваливаются, кому-то нет. Ну, у меня дорендерилась картинка. О, только я Диноиз, кажется, обломал. Да, я Диноизу не дался работать. А задние фоны, это же и есть сама ХДР-картинка. Вы можете оставить задний фон принудительный. Сейчас, пожалуйста, я могу вам, Сергей, показать и вариант, когда фон будет один у них у всех. То есть здесь как раз это, я бы сказал, благо то, что фоны разные, потому что фон, он же является частью окружения. То есть смотрите, что мы получаем с вами. Мы получаем вот здесь окружение одно. Здесь окружение чуть другое. Здесь окружение третье. Здесь окружение четвертое. Но если предположить, что фоновым нужно везде один и тот же, ну, тогда, конечно, да, это нужно искать одну и ту же ХДР-ку в разных времени суток сделанных. Такие, кстати, есть. То есть можно при желании найти одну и ту же ХДР-очку, где время суток будет разное, а положение камеры одно и то же. Но радость в том, что если сейчас я беру, допустим, дневную ХДР-ку, ну, с вашего позволения, не буду сейчас давать возможность системе посчитать какую-то суперкачественную картинку, мне просто не хочется, друзья мои, вас заставлять ждать, глядя на экран, как у меня пассы отсчитываются. Поэтому я ограничусь тем качеством, которое вижу в данный момент на экране. Сейчас, одну секунду. И я сохраню картинку. Сделаю сейв в папочку Renders. Будет называться Render2. Это с очень контрастным светом. Теперь сделаем свет Cloudly, то есть с облачками. Вот такой. И вот к нему за тот же рендер, повторюсь, да, я могу добавить, допустим, светильник из дома. Вот. Теперь, вы видите, получается, что в доме горит свет. И да, я в рилтайме все это настраиваю, но уже от Render2. Все, шка. И сохраняю. Это будет Render2, Render3 уже. Дальше я включу Sunrise. К нему добавлю, допустим, свет из дома. Ну вот, Sunrise сделаю поярче. Мне не нравится коррекция корюнкей. Все, шикарно. Можно еще добавить какой-нибудь свет из спотиков, чтобы они освещали королечек. Так, сейв. Это будет Render4. Ну и мы с вами делаем последний заход, ночь. Ну а ночь мы включаем уже все светильники, какие только есть. И ночь мы делаем, да, послабее, не очень ярко. Вот такую. Ну а свет на участке поярче. Можно экспозицию в целом, конечно, поставить поменьше. Тогда все станет ярче. Но тогда придется ночь еще темнотируется. И остальные рендеры у нас собьются. Поэтому, да, лучше было, конечно, экспозицию не трогать. А в то же время здесь просто усилит свет от лампочек. Ну и вот выйдя на какой-то результат, я сохраняю. И последнюю картинку тоже. Будет называться Render5. Если посмотреть наше достижение, сейчас, дорогие друзья, я минутку еще потрачу времени. Я пока буду показывать вам картинку, попрошу-таки корону рендернуться с качеством получше. Но для этого я попрошу корону подключить сеть. Это даже много. Столько не надо. Спасибо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, садим. Вот Сергей говорит, если сделать save all. Если сделать save all, то да, вы получите просто все эти слои подделисти. Если вы хотите потом корректировать, вам нужно сделать чуть иначе. Сейчас объясню. Идея в чем? Вот сейчас мы с вами сохранили рендеры. И вот, обратите внимание, четыре рендера. Раз, два, три, четыре. Это один рендер. То есть времени потратилось как один раз. Без четырех отдельных просчетов. То есть если, грубо говоря, это был какой-то там 4К, и я потратил бы пять часов на его рендер на мощном компе, то вот это было бы у меня один рендер, и я потом из него бы выжил вот такие вот совершенно разные картинки. Без необходимости рендерить на новости. Мне это кажется очень удачной идеей. Но вот Сергей задает вопрос. А что, если, допустим, сохранить как-то эти картинки для возможности последующего редактирования? То есть если, например, я вот сейчас хочу отрендерить эту картинку, но потом, в дальнейшем, мне нужно сделать так, чтобы она, картинка эта, могла редактироваться, менять цвет и все прочее уже вовне короны. А можно ли как-то так сохранить, какой-то там сейвол или что-то такое, чтобы все это сохранилось для дальнейшей постобработки? Можно сделать как? Можно сохранить не сейвпол, а cxr. Есть такой формат, он называется cxr, и он открывается специальным приложением, которое называется Corona Image Redditor. Обычно люди его не особо замечают, но тем не менее есть такое. То есть есть особое приложение, которое позволяет в других, так сказать, вернее не в других, правильно сказать, оно позволяет открывать специальные файлы короновского рендера и менять в них освещение как-то угодно, без запуска макса, короны и всего прочего. То есть уже на отрендеренной картинке. Вот сейчас у меня сеть подключилась, у меня было только что 11 пассов, стало 30. Сейчас мне сеть быстро накидает пассов, друзья мои. У меня получится идеальная картинка, и мы с вами продолжим разговор. У меня внезапно становится очень-очень много пассов. Давайте работать. В общем, то да сё, пока смотрите, друзья. В папке Corona есть так называемые Image Editor и DRCR. Но нас интересует Image Editor. Это отдельное приложение, которое можно запустить. И оно открывает вот такое окошко. Оно работает отдельно от 3D Max. 3D Max для его запуска не нужен. И прикол в том, что вы можете открывать так называемые CXR и сохранять уже JPEG отсюда. Поэтому, если, например, сложилась ситуация, что вы потратили в боли, знаете, сколько там часов. Отрендерили вот такую картинку с мульти-средой разной. И у вас там несколько вариантов среды. И вам сейчас нужна только одна. Допустим, вот прямо сейчас мне нужен только вариант. Вот мне заказчик делит, мне другие варианты не нужны. Мне нужен только вариант с облачками и со светом из домика. То есть, вот такой вот вариант. У меня уже 103 пасса прошло. Если дать еще минутки 2-3, я думаю, Corona дорендерит до такого состояния, что все. Дадим еще немножко подумать. Пока сделаю еще посветлее чуть-чуть. И вот так. Ну да. И все-таки вот так. В общем, у меня там пасс уже явно с избытком. Но, во всяком случае, для нашего такого учебного рендера явно хватит. И я, пожалуй, нажму кнопку стоп. Давай еще одну серию пассов. Хорошо, когда есть сеть с кучей компов. И можно их всех попросить быстренько помочь. Как бы я рендерил без этого анимационного проекта? Ума не приложу. Почему такие задержки с обновлением пассов? Потому что компы посылают от рендеренной блоки раз в минуту. То есть вот они ждут в сети, ждут, ждут, ждут. Потом бац, сразу 7 пассов скидывают. Каждый. Видите? 18 пассов каждый комп прислал. И вот они сейчас ждут следующего обновления в сети. Сейчас будет новое обновление. Прилететь еще там пассов. Полсотни. Ну, мне, конечно, не хочется. Вот 22 пасса. Слушай, где-то тут, да? 23 пасса. Ладно, все, хорошо. Не хочу вас мучить ожиданиями, друзья. Нажму стоп. Как видите, появилась табличка о том, что сетевые компы посылают оставшиеся пассы в аварийном порядке и завершают сетевую визуализацию. И это по одному сейчас отключится все. Ну, фактически я отрендерил за 5 минут то, что по-хорошему должен был бы рендерить, ну, например, минут 40-50. Ну, пошел процесс динозинга. Да, на динозинг придется разориться. То есть вот эти вот 4 новых слоя наших в лайт-миксере. Каждый требует, чтобы его система задинозила. Даже если вы прямо сейчас его не используете. Поэтому на это уйдет еще, ну, не знаю, там, лишние 2-3 минутки. Может, 5 минуток. Смотря, что за комп, что за разрешение, сами понимаете, будет отличаться. Так, еще пару минуток. Извините за ожидание. Мне очень не хочется заставлять вас ждать, но тут совсем без этого вряд ли бы получилось, даже с привлечением сети. Все, красота. Мы дорендерили картинку. И вот я сохраняю ее. Прямо поверх старой. Вот у меня старый вариант с небом. Это какой, кстати, из них? Вот это, кажется, да? Нет, вот это. Рендер 3. Вот я сохранился по верху. То есть у меня вот теперь рендер 3. Это такой получился очень-очень красивый. Но если мне кажется, что потом, возможно, заказчику захочется ночной вариант посмотреть, что я могу сделать? Я могу заранее все это повключать и сохранить картинку ночную. Ну, это если я прям вот уверен, что да, совершенно точно ночная картинка будет нужна. Ну, а если я не уверен, но подозреваю, что может быть и будет нужна, а может и не будет, тогда можно сделать так. Нажать Save и выбрать Save CXR. И сохранить CXR. Я в папочку Renders скину файл CXR просто забыл. Ну, будет называться CXR.CXR, конечно, странновато название, но ладно. Тем не менее. Учтите, сохранение такого файла отнимает приличное время. И вот если мы заглянем в папочку, вот CXR сохранена. Что дальше? Представьте себе, я закрываю проект, все, я закончил. Я больше не буду с ним работать. То есть я нажал файл Save и файл Reset. И вот заказчик говорит, слушай, а ты ночную картинку сделал? И я такой, да. Сделал, как знал, что она будет нужна. У меня нет никакой ночной картинки, это я стерп, но у меня есть CXR. Заметьте, сам файл уже стерп, его уже нет, но и CXR есть. И если я открываю CXR, вы можете два раза по ней щелкнуть, и у вас откроется Image Editor. И как видите, что из себя представляет Image Editor? Давайте я 3D Max вообще закрою, чтобы вы понимали, что он с Max не связан. То есть Image Editor – это отдельное приложение, не связанное с Max. но оно видит в вашей CXR всю постобработку, которую вы в короне настроили, всю обработку обычную и все слои лайтмиксера. И на уже отрендеренной картинке я могу поменять спокойно совершенно любые настройки этой картинки. Допустим, я добавлю ночь, включаю вот эти все лампочки, как там мне хотелось, и сделаю сейв уже в JPEG. То есть можно сказать, что Image Editor позволяет из CXR быстро понаклепать JPEG и принять решение о постобработке уже после того, как проект готов. И после того, как я на трендер, на 3D Max уже 100 раз закрыть. А давайте я дневную картинку сохраню еще для ясности. Прямо поверх старой. Опа. И какую там еще у меня не хватало? А, ну и облачно. А, нет, облачно было, а с Sunrise не было. А с Sunrise я, по-моему, ее отключал вот это все. Вот это осталось. И ей тоже сайф. И опять же BG. Поэтому, если у вас возникнет желание сохранить лишь часть картинок из вашего набора ассетов окружающей среды, но потом вы подозреваете, что еще, может быть, придется редактировать все это, то сохраняйте CXR-ку и потом работайте с ней. И все будет замечательно. Интересно, какая из них вот эта точка. Ну и вот теперь я закрыл CXR-ку, и вот мои рендеры, как они есть. Первый, второй, третий, четвертый. Напомню, все они получены из одного и того же кадра. Если вы хотите, чтобы у них был одинаковый задник, это несложно сделать. Можно сделать либо, повторюсь, четыре HDR-ки одной и той же локации в разное время суток. Таких комплектов не очень много, но есть. Или второй вариант. Можно принудительно поставить задний фон. То есть у Max там есть кнопочка в настройках короновской среды, которая называется background. Если вы включаете ее, то независимо от того, какая среда стоит в освещении, в качестве фона всегда одна и та же будет использоваться. Хотя мне этот вариант кажется не очень удачным, в силу того, что у вас будет странное ощущение, у вас будет свет разный, где-то ночной, где-то дневной, да, а задник при том будет один и тот же. Еще один нюанс с задником. Вы можете подбирать такие HDR-ки, у которых нет вообще заднего фона, у которых видно только небо. А задний фон – это у вас настоящие деревья будут. Поэтому, конечно, здесь вот эти задники с деревьями, с фондастами самыми, с мачтами высоковольтных передач, это, конечно, не очень здорово. А вот если бы это были просто задники с небесами, без линии заднего фона, то нас бы это вообще, ну, честно, смущало. Казалось бы, что вот есть задний фон, образованный настоящими деревьями, 3D-деревьями, а задний фон меняется, потому что просто освещение разное. Так что это не ахти, какая большая проблема, уважаемые друзья. Сейчас, дамы и господа, я практически закончил с моим выступлением. Надеюсь, вам было интересно и полезно узнать о таком подходе и о возможности обрабатывать формат CXR. Отдельно от Макса. Вот как раз самое время для ваших вопросов. Вот сколько HDR-ов можно рендерить одновременно? Ну, не знаю, я 4 пробовал. Больше мне просто не приходило в голову воскнуть. Но я полагаю, что сколько угодно, пока памяти хватает. Вот ответ такой. Насколько хватит памяти, столько и можно будет рендерить. То есть, если это HDR-8К, ну, я думаю, штук на 20 точно хватит. Если это 16К, ну, конечно, уже не так весело, но все равно довольно большое количество можно будет туда засунуть. Ну, десяток точно. Опять-таки, зависит от того, что у вас за компьютер. Именно в первую очередь, это объем оперативной памяти в вашем компьютере. Замечу еще пару моментов. Друзья мои, Елена, очень рад, что вам понравился мастер-класс. Пожалуйста, конечно, я буду рад, если вы примените на практике эти знания. Хочу сказать, что те из вас, кто не успели поучиться в нашей компании на курсах по короне, мы сейчас обучаем короне по версии 5. У нас постоянно обновляются учебные материалы, обновляются примеры, поэтому если у вас есть желание полноценно поучиться этой замечательной системе или каким-то другим направлением, приходите к нам на учебу, на курсы. Вот, мы очень давно, ну как давно, с момента появления актуальности читаем корону, бог знает сколько лет читаем V-Ray, Max, все эти курсы у нас очень хорошо продвинуты, и, конечно, я уверен, вы получите удовольствие от их прохождения. Насчет, кстати, заднего фона, чтобы не быть голословным. Одну секундочку. Да, пожалуйста, Елена. Вот кнопка, она называется Direct Visibility Override. Если вы включаете здесь галку и вот сюда втыкаете любую HDR, то независимо от того, какие HDR-ки стоят в качестве фона на рендере, визуальный фон будет строго такой, как вы скажете здесь, то есть он меняться не будет. Но еще раз повторюсь, мне это не кажется сильно хорошей идеей, просто в силу того, что у вас будут меняться условия освещения, а фон будет все время оставаться один и тот же. Поэтому лучше поищите HDR-ки в таком случае, если вам фон нужен один и тот же, именно с сохранением локации и угла направления камеры. И тогда их все нужно будет направить одинаково. Сейчас я буду заканчивать, друзья. Снимается занятие с записи. Но в качестве маленького бонуса, друзья, если вы подождете онлайн еще минутки-две, то я вам могу скинуть ссылку прямо в чат на тот пример, который я вам только что показывал. И по этой ссылке вы найдете как начальный файл, то есть где нету этих мультисред и прочего, так и конечный файл, где все уже сделано и настроено. И там же будет папочка с рендерами и с HDR-ками. Это на тот случай, если у вас уже есть корона, и вы горите желанием проверить на практике то, что я сейчас показал. Ну и чтобы вы не рисовали свой экстерьер, там все это не ставили, не настраивали, а просто быстро повторили мои действия и получили профит от сегодняшнего времени, я вам готов скинуть этот пример на растерзание уже вашими, что называется, силами. Так что подождите, загружено уже 62% и быстро догружается дальше. Ну а я еще раз хотел бы вас всех поблагодарить за внимание, уважаемые друзья, за то, что вы нашли время присоединиться ко мне. Пожалуйста, друзья, если вам интересно дальше тема про ландшафт, возможно, вы знаете, что у меня есть YouTube-канал. Кто был на моем YouTube-канале? Я думаю, многие из присутствующих. И там есть хорошие, да, многие были замечательно, очень рады, замечательно. И там недавно у меня, ну как недавно, в том году я одолел серию уроков про ландшафт. И там полностью уроки о ландшафте, о том, как его построить, как его визуализировать, как его там, ну короче, все что угодно. Да, пожалуйста. Сейчас. Ну, найти мой YouTube-канал очень легко. Это просто канал вот такой вот, достаточно написать, это в поиске YouTube. Но вот, например, последняя серия уроков у меня на YouTube-канале, она именно про ландшафт. Вот это вот третий заключительный урок, где уже разбирается о зелени. Но там есть урок, как ландшафт построить с нуля, как сделать материалы и свет с нуля, и как сделать красивое зеленение с травами, кустами, деревьями. То есть получается такой конечный, красивый очень продукт. Поэтому, если вы пока еще морально не готовы идти на курсы учиться, но уже хотите что-то освоить, да, то, конечно, приходите ко мне на YouTube. Вот могу показать для тех, кто не был там сейчас. Вот такого качества вы сделаете ландшафт сами. Вот то, что вы сейчас видите на видео, это ландшафт полностью собранной в уроке. Дом, кстати, вот этот вот, полностью рисуется в другом уроке. То есть если вы хотите нарисовать сами такой дом, такой урок тоже есть. От начала до конца, без всяких роялей в кустах. То есть дом рисуется по-честному. Без дураков. Без типа, а ну-ка, возьмем полдома готовый, теперь крышу готовый, теперь переделаем крышу на дом, все готово. Нет, там все делается по-честному. И вот ландшафтик, вот с таким озеленением, глубоким, с отличной подработкой, под корону вы сделаете своими силами. Это не заменит вам курсы, но это в какой-то степени позволит вам почувствовать некий, скажем так, начальный ознакомительный момент. По поводу дальнейших моих планов по Ютьюбе и уроках. Но по ландшафту я сейчас не готовлю ничего. Ландшафт у меня съел год моего времени, потому что это очень тяжело, такие уроки готовят для Ютьюба, ну, чтобы они получались вот именно так, как я люблю, чтобы они получались. Вот. Поэтому я сейчас делаю одновременно урок с санузлом, без него проголосовали спонсоры. Там есть голосование для спонсоров на канале, они проголосовали за санузлом. И я делаю серию уроков по интерактивной квартире в Unreal. Сейчас новая тема, модная, чтобы можно было использовать Unreal Engine, чтобы бегать по квартире от первого лица. Вот будет урок, как из Max взять квартиру, перенести в Unreal. Там будет примерно 8 частей в этом уроке. Как в Unreal сделать так, чтобы можно было по ней ходить от первого лица и разглядывать там ее, и нажимать всякие кнопочки, там открывать двери и так далее. Вот. Это будет, я думаю, весьма интересно, но актуально, в любом случае, современно. Ну, а сейчас я вас, надеюсь, немного развлек болтовней, чтобы вы не заскучали. Держите, вот вам ссылки в чат на текущий пример, чтобы вы могли ее скачать, эту сцену, и повторить все действия, которые вы видели с моей стороны. Друзья, искренне был рад видеть вас онлайн. Мое почтение, все благ, как, как я обычно говорю в конце роликов на YouTube, отличных вам рендеров. Большое, пожалуйста. Конец записи.